Здравствуйте, меня зовут Екатерина Жученко. Я дизайнер, художник и автор выставки «Узелки на память». В живописи любовь у меня, наверное, с детства, потому что у меня папа был художником, тоже не профессиональным художником, не фулл-тайм, художником, как и я. Он писал по требованию сердца, наверное. К сожалению, его сейчас нет, но вот это вот то, что он вложил, запах масла, кисточки, которые всегда были дома. У меня, допустим, сохранилось от него, ну, масла, понятно, уже нет, кисточки нет, но сохранился еще набор акварели большой ленинградской, там 30 с лишним цветов, такая беленькая палетка, я ее тоже периодически пользуюсь. Но, наверное, маслом я писать начала недавно. Относительно недавно, в 20-м году, казалось для меня что-то очень сложное. Вот. Мой папа умер, ну, уже давно умер, и на какой-то момент я закончила, ну, вот эту вот рисовальную практику свою. Параллельно я работаю дизайнером, то есть у меня был цифровой рисунок, и где-то как-то мне это хватало. Но вот в 20-м году я поняла, что мне нужно как-то восстановить связь с отцом, и я разрешила себе начать писать маслом. Я помню тот момент, когда я пришла в школу рисования, заключила договор на годовое обучение, и я когда вышла, я, ну, буквально плакала от счастья, что я себе позволила это делать. То есть потребность у меня в этом была, просто она была где-то закупорена далеко внутри. Хороший вопрос, что запрещало. Может быть, как раз вот пример отца, то, что он не мог, ну, как в советское время нужно было зарабатывать деньги, а художник – это не заработок. То есть где-то надо было работать и еще что-то делать. И мне казалось, что я художественной деятельностью не смогу заработать деньги, поэтому нужно сначала это, 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 а потом семья, потом работа, а потом еще что-то. То есть, ну, как-то вот и все не складывалось до определенного момента. Я получала образование, я не шла в художественное образование. Первое образование у меня – технологический техникум. Я вообще художник-модельер. Там, конечно, был рисунок, но он такой академический, и потом немного академического рисунка, и потом, по большей части, это именно направлено на моделирование одежды. А после я работала преподавателем, вела тоже рисунок для швей, для конструкторов, для модельеров, закройщиков в училище, потом в колледже. Но вот сама, наверное, как-то себя запрещала, не запрещала, или даже не думала на тот момент про это. В тот момент я шила самостоятельно дома, была закройщицей. У меня не было потребности в ручном труде, я ее удовлетворяла вот таким вот образом через шитье. После того, как я закончила эту деятельность, я стала веб-дизайнером. Полностью погрузилась в эту сферу. Мне очень нравится, потому что, если папа у меня художник, то вторая линия у меня математическая. У меня такое соединение в семье художники и математики. И вот, наверное, веб-дизайн, которым я и до сих пор тоже занимаюсь, он соединяет для меня две вещи. Точность математики и вот эту вот гармонию цвета, цвета от подбора цвета, от художественной деятельности. Поэтому она меня очень надолго затянула, там, больше десяти лет. И до сих пор я там работаю. Первый вопрос был, а зачем тебе это нужно? Естественно, потому что деньги там, ну, какой-то определенный процент денег уходит из семейного бюджета. Муж всегда поддерживал. Если нравится, значит, это нужно. Друзья, близкие, да, они тоже сказали, радовались. Они приходили на первые выставки, которые организовывала школа рисования, где там эти вот показывали рисунки. И, видя прогресс, наверное, была поддержка все-таки по большей части, негласная такая, но осторожно. Три года, наверное, вот я находилась в поиске, а что мне больше всего нравится, потому что нужно все попробовать, что-то изучить. И я поняла, что недавно буквально, даже вот в процессе работы над этим проектом, что основное, что меня зажигает, что такое вот включает лампочку и хочется прям «все, я это делаю». То есть вот это вот так должно быть. Это если я не пытаюсь рисовать классическую живопись, где нужно все красиво, мазки разложить, а стараюсь передать эмоцию. И когда работы идут как бы изнутри наружу. То есть через работы я пытаюсь донести какую-то важную мысль. Все выставки, которые я делала и в которых участвовала, все работы я стараюсь сделать немного терапевтичными, чтобы человек мог не только посмотреть, но о чем-то задуматься и что-то понять о себе. Наверное, это и моя тоже личная потребность. Когда я это делаю, я сама разбираюсь в себе. И вот этот вот проект, он был как раз задуман для того, чтобы суметь себя немного замедлить. Все этюды, которые здесь представлены, так называемые мои, я их называю, узелки на память, я писала с фотографии. Фотографии сделаны на телефон, то есть обычным телефоном. И все эти моменты, они сделаны по стандартному маршруту, в стандартных местах. Я никуда специально не выдержала, чтобы делать этюды. Когда идешь на работу, с работы, дома что-то, и какие-то моменты меня увлекали, очень сильно так вот направляли внимание на них. Тогда я их фотографировала и потом анализировала, почему мне это нравится. И я старалась запечатлеть для себя и передать для других, что важного в этом моменте было. И завязать себе на память такой вот узелочек. Каждый этюд я помню где, когда и почему он был сделан, и почему он важен для меня. И что интересно, люди, когда смотрят, читают мои истории, здесь в экспозиции они тоже есть, хотя немного спрятаны. Они считывают с этюда похожие и выбирают для себя один самый важный, созвучный себе. Словно я его называю «Прохода нет». Он вот так вот выглядит. Это этюд, место, которое возле нашей работы находится, во дворах, через задний дворик, если проходить, там есть издательство. И там сейчас постоянно идет ремонт. Я когда шла назад, заметила, что дверь открыта, внутри есть еще одна дверь, и она тоже открыта. Но висит вот прям табличка «Прохода нет». Я подумала, забавно, сфотографировала, пошла. Через где-то неделю приблизительно у нас в общем чате художников начали обсуждать open call на выставку, то есть когда собирают художников каких-то. Я скинула ссылку, предложила людям, потому что знаю, что они с этой темой работают. И один человек стал писать, ой, это в России, это только для России. Там написано, что только россияне участвуют, что доставлять далеко. То есть я поняла, что человек ищет какие-то ограничения. То есть он, одна закрытая дверь, вторая закрытая дверь, третья закрытая дверь, одни закрытые двери. Но человек, вот как здесь, прохода-то нету. Но если там дверь открыта, может, туда можно пройти все-таки. Если дверь есть, значит, ее можно открыть. То есть желающий художник, если ему интересна эта тема, он хочет поучаствовать в фестивале, мог написать организаторам. Я из Беларуси, я могу организовать доставку. Вот у меня такая тема, она очень подходит под ваш фестиваль. То есть всегда есть, за проходом нет, всегда есть какая-то дверь, которую можно попробовать открыть. И тогда, может быть, появятся новые какие-то возможности. И вот мне этот этюд и та история из чата очень ярко показала, что всегда нужно попытаться дернуть за ручку хотя бы. Может быть, она открыта. И второй этюд вот этот, про который я бы хотела рассказать, он такой немножко трагичной для меня истории. И если все работы здесь написаны с ситуативно сделанных этюдов, то вот эту фотографию я делала специально. История была в том, что здесь тоже часть ремонта, как ни странно, связана. У нас вокруг работы очень много ремонтов происходит сейчас. И это фундамент здания нашего, где второй этаж, находится наше окошко. И в какой-то момент, было еще жарко осенью, относительно недавно, строители там мазали черной гидроизоляцией фундамент. И в тот день к вечеру я поняла, что мне что-то, ну, как-то мне не очень хорошо на работе стало. Просто почувствовала, что мне плохо. Я подумала, что я заболеваю, просто простыла. Но через некоторое время я поняла, что у меня начинается отек гортани. Когда я шла домой, у меня было такое непонятное состояние. Я передумала уже все. Я уже не буду перечислять, что я там думала. Но главная мысль была в том, что кажется, что у меня уже сейчас может случиться все, что угодно, и мне не помогут. И две важные мысли, которые у меня были на тот момент, о которых я думала, это первое, конечно, о своих близких, о семье. И второе, это вот об этой выставке. То есть я поняла, что на данный момент в жизни у меня две важные вещи. Это мои близкие и художественная деятельность, которой я занимаюсь. Хотя до этого я вообще ходила и думала, зачем оно мне? Почему я все время возвращаюсь? Почему я не прекращу, не сяду вот веб-дизайнером на фриланс? И, в принципе, когда домой пришла, я мужу сказала, где деньги лежат, и чтобы он все равно сделал ту выставку, которая все-таки случилась, чтобы она в любом случае была. Вот, поэтому я, когда поняла, что это было химическое отравление, вот именно из-за этой гидроизоляции, я специально сходила, сфотографировала, написала этот этюд, чтобы завязать себе его узелок, вот точно навсегда запомнить. В инстаграме, в социальных сетях люди делятся, ну, я тоже склонна делиться своими какими-то моментами. В постах не так чаще, но сториз да. И я заметила, что он такой, архив жизни их можно отмотать, вспомнить, а, вот это событие когда-то было у меня. Но все равно, вот если, почему, возвращаясь к этюдам, почему я их начала делать? Потому что, ну, инстаграм-то все-таки быстрый такой продукт. Он все равно забывается. А когда ты останавливаешься, осознаешь момент, то он у тебя откладывается, и получается такое, как послание от мира. Вот я смеюсь и всегда говорю, что вот все говорят, господи, пошли мне какое-нибудь послание, или мир, пошли мне какое-нибудь там послание, скажи мне, что сейчас делать, или что сейчас важно. И вот эти этюды стали как раз для меня таким посланием. Действительно очень важным. Некоторые фотографии догоняли меня потом. И когда я понимала их смысл, я их тогда писала, эти этюды небольшие. А некоторые буквально сразу сделала, пришла на работу, я их в обед на работе за час делала, эти этюды и закрепляла для себя в памяти. Все-таки руками сделано, наверное, больше отдается еще, тактильной памятью откладывается. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...